Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот под конец 2022 года поставки российской нефти в страны Евросоюза сократились на 90%. И вот в ЕС называют это главной санкционной мерой против агрессора. Вы согласны с таким утверждением? Это действительно серьезно ударило по экономике? Да, я думаю, что с точки зрения доходов российского бюджета это главное. Но она будет дополнена. С февраля закрываются ворота для экспорта российских нефтепродуктов на те же самые рынки. Рынки Большой Семерки, Австралии, Северной Атлантики. То есть российские нефтепродукты тоже останутся в России. А поскольку больше их девать некуда, то будут закрываться какие-то мощности на нефтеперерабатывающих заводах. Значит останавливаться должны будут промыслы некоторые. И Россия, по моим подсчетам, потеряет в будущем году, в этом уже году, никак не меньше половины своей добычи. А это с февраля или все-таки с 5 марта, я хотела уточнить? Сначала планировалось с 5 марта, но сейчас уже по новым правилам, которые приняты Большой Семеркой, это начнется с февраля. А знаете, вспоминая всю эту кампанию о замерзающей Европе, помните все эти ролики «Газпрома» под песню «Зима будет большая» и что получается по итогу? Плюс еще аномально теплый декабрь и начало января, плюс 12-16 во многих европейских столицах. Видите, даже погода против агрессора. Здесь интересно получилось, что в данном случае, в отличие от нефти, никаких санкций против российского газа на Западе не объявляли. Никакого эмбарго, никакого бойкота. Пожалуйста, Россия могла продолжать торговлю своим газом, поставлять его на европейские рынки. То есть самую главную свою маркетинговую нишу туда и поставлять. Но тут уже самодеятельность российского руководства, где решили, что Европу надо заморозить, это вызовет экономическую катастрофу, будет полный коллапс промышленности в Европе без российского газа. Тем более, что в Европе поддерживали эту затею, когда говорили, что сможем освободиться от российского газа не раньше, чем через 5-7 лет. А тут вдруг выяснилось, что вот уже к концу прошлого года и не нужен стал российский газ. Раз его отказываются продавать, раз используют поставки газа в качестве орудия политического шантажа, давления, то не будем покупать российский газ. И мало того, будем требовать возмещения убытков, поскольку «Газпром» не выполнил свои контрактные обязательства. И уже несколько компаний подали огромные иски в арбитраж для того, чтобы возместить ущерб, который они получили с российской стороны. В России решили формально запретить поставки нефти в страны, которые придерживаются потолка цен в 60 долларов. Но вот что происходит на практике? Приходится ли России осуществлять такие поставки? Ведь бюджет чем-то нужно наполнять. Вот те страны, которые отказались, которые ввели потолок цен на российскую нефть, это как раз те самые страны, которые уже отказались от покупки российской нефти. И когда объявлено, мы им не будем продавать, потому что они отказались покупать. Но это смешная, конечно, смешная угроза такая. Все уже решили покупатели, а в данном случае продавец уже никакой роли не играет. А то, что другие страны, пожалуйста, они вольны покупать российскую нефть, но введена ограничительная мера против тех, кто обеспечивает услуги по перевозке морем вот этой российской нефти. Если российская нефть будет торговаться ниже 60 долларов за баррель, то, пожалуйста, можно ее страховать, можно использовать танкеры, можно ее возить. То есть это перевозчики, страховые компании, да, в первую очередь? Да, да, да. Это никто не вводит санкции против покупателей российской нефти, они против ничего. Нет там никаких уже санкций, как раньше планировалось. А сейчас просто вот те, кто будет перевозить и страховать, вот они, пожалуйста, перевозите, страхуйте, но только если эта цена будет ниже. И в мире поняли, что есть дешевая российская нефть, можно ее покупать. И сейчас покупки российской нефти, скажем, в Индию или в какие-то другие страны, они идут по цене, иногда это бывает 42-43 доллара за баррель. А так среднее сейчас пишут где-то в конце декабря было 54 доллара. То есть это ниже вот того самого потолка. Формально его не вводят в контракты. В контракте нигде не говорится, что покупатели-продавец договорились о соблюдении потолка цен на российскую нефть. И поэтому вот угроза России не будем, если вы будете, не будем вам поставлять, она пустая совершенно угроза. И без этого все поняли, что есть дешевая российская нефть. А последствия очень интересные. Но, во-первых, не только сократился экспорт российской нефти из-за закрытия главного европейского и американского рынков, а сократились цены на отправляемую из России российскую нефть. Вот морю, которая идет. И поэтому иногда даже нефть идет по цене ниже себестоимости. То есть компенсируются расходы на добычу этой нефти, на транспортировку до порта этой нефти. И российский бюджет в результате вообще ничего не получает. Да, только убытки. Вы помните, много было разговоров, что начнутся вот такие контрабандные продажи российской нефти. Вот несколько информагентств писали, что Россия прямо целый флот собирает из старых танкеров и будет возить нефть и продавать по выгодной для себя цене. Но получается, все это сейчас не нужно. Ну да, проходили сообщения, что чуть ли не больше сотни танкеров, каких-то ржавых старых танкеров накупили, чтобы осуществлять контрабандные поставки. Но контрабандные – это значит поставлять нефть по цене, которая превышает вот этот самый потолок. Тайком, значит, вот какие-то владельцы танкеров будут это нарушать, страховые компании тоже все будут нарушать. А никто не нарушает. Вот российская нефть то в старом танкере, в новом танкере все равно, и она идет за границу сейчас по той самой цене, которая ниже потолка. Поэтому большого смысла в приобретении какого-то секретного флота старых танкеров я тут абсолютно не вижу. Ну да, писали 100 судов уже, купили. Да нет, ну какие-то компании, возможно, от имени России, не от имени России, это уже не важно совершенно, покупают какие-то суда. Ну представьте себе, во-первых, какому риску подвергает себя владелец этого танкера. Во-первых, его могут просто арестовать этот танкер или занести в черные списки, он больше никуда ничего не повезет. Второе, это страховая компания, которая застрахует. А страховые компании, вот 95% всей страховки в мире, это вот клубы респектабельных страховых и перестраховочных компаний, которые работают на этом рынке. Если будет страховать эту перевозку какая-то компания, которая не входит в список респектабельных страхователей, то тогда, ну и страховку такую принимать не будут. Вот уже объявили, что суда, которые будут заходить в территориальные воды России, Украины, поскольку там военный риск, без страхования военных рисков вообще не будут никуда больше допускаться. То есть вот эта мера тоже работает. Она не только психологически работает, и что все покупают нефть дешевле, чем другие сорта нефти. Но еще и работает угроза попасть под вторичные вот эти санкции. Да, все это очень здорово заработало с 5 декабря. Вот появляются такие разговоры в кулуарах, в прессе, что Россия уже оценивает возможность починить после взрыва трубы Северного потока. Ну, какие-то суммы называются, я слышала, 500 миллионов долларов. Как вы полагаете, вот это возможно и зачем это делается? Пока только вот на уровне разговоров. Ну, на уровне разговоров и разговоры идут всякие. Первый, вот намек на то, что, в общем-то, есть возможность починить этот газопровод. Второй намек недавно прозвучал, что можно отменить санкции против оператора польского участка на газопроводе «Ямал-Европа» и запустить его тоже. Потому что он стоит по решению российского правительства, которому не нравилась деятельность польского оператора. То есть какие-то намеки на то, что мы могли бы возобновить некоторые поставки газа в Европу, если все это получится. Слабые пока намеки. Но дело все в том, что и санкций никаких не было. Это вы сами в России, вот, ребят, вы прекратили поставку газа в Европу. А теперь вы говорите, что можете. А Европа уже без вас прекрасно обошлась. Скорее всего, эти намеки раздаются из-за того, что европейские компании стали подавать в арбитразный суд на «Газпром» и требовать возмещения ущерба. Вот одна только немецкая компания потребовала 11,6 миллиарда евро ущерба от невыполнения контрактов «Газпрома». Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, за экспертную оценку. А я напомню, Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовому рынку, был с нами на связи. Спасибо огромное. Вам спасибо.